Глава первая. Вой. Возрождение дикой женщины. Лалоба. Женщина-волчица. Должна вам признаться, что я не принадлежу к тем святым, которые удаляются в пустыню и возвращаются исполненной мудрости. Я бывала у многих очагов и разбрасывала приманку для ангелов вокруг каждой постели. Но чаще всего вместо мудрости я обнаруживала неприятные симптомы лимблиоза, эколи и амёкной дизентерии. Увы, такова судьба мистика в средней руке со слабой пищеварительной системой. Я научилась скрывать любую мудрость, любой принцип, добытый в путешествиях, ибо теперь порой старый папаша-академ, подобно Кроносу, не прочь сожрать детей, прежде чем они смогут начать исцелять или удивлять. Чрезмерное умствование может заслонить образ инстинктивной женской природы. Чтобы углубить родственные отношения с этой инстинктивной природой, очень полезно понимать сказки так, будто это мы внутри них, а не они вне нас. Мы входим в сказку через дверь внутреннего слуха. Когда рассказывают сказку, звучание её слов затрагивает слуховой нерв, который пересекает основание черепа и входит в ствол головного мозга пониже воролиева моста. Оттуда слуховые импульсы передаются наверх в сознание или, как утверждают некоторые, в душу, в зависимости от отношения, с которым вы слушаете. Древние анатомы говорили, что глубоко в мозгу слуховой нерв разделяется на три или более количества ветвей. Поэтому они предполагали, что ухо предназначено, чтобы слушать на трёх разных уровнях. Одна ветвь существует, чтобы слышать заурядные мирские разговоры. Вторая ветвь воспринимает науку и искусство. А третья создана для того, чтобы сама душа, пребывая здесь на земле, могла слышать наставления и приобретать знания. Так внимайте же слухам души, ибо для этого и предназначена сказка. Первозданная женщина возвращается по косточке, по волоску. Она возвращается в снах, в наполовину понятых и полузабытых событиях. Она возвращается в сказках. Я начала свои скитания по Соединённым Штатам в 60-х, стремясь обосноваться там, где растут густые деревья, где разлит аромат воды и обитают любимые мною существа — медведи, лисы, змеи, орлы, волки. В районе Великих озёр волков систематически уничтожали. Куда бы я ни пришла, повсюду так или иначе шло истребление волков. Хотя многие говорили, что волки опасны, я всегда чувствовала себя спокойно, если в лесу водились волки. В те времена на западе и на севере можно было, заночевав под открытым небом, слушать, как горы и леса поют, поют, поют всю ночь. Но даже там век винтовок с оптическим прицелом, джипов с прожекторами и сдобренных мышьяком угощений привёл к тому, что над землёй воцарился век безмолвия. Вскоре и в скалистых горах почти не осталось волков. Вот почему я оказалась в большой пустыне, которая лежит наполовину в Мексике, наполовину в Соединённых Штатах. И чем дальше на юг я забиралась, тем чаще слышала сказки о волках. Говорят, что есть место в пустыне, где двух женщин и волков встречаются по ту сторону времени. Я почувствовала, что напала на след, когда в приграничной части Техаса услышала сказку «Девушка лоба» про женщину, которая была волчицей, которая была женщиной. Дальше мне встретилась древняя ацтекская сказка об осиротевших близнецах, которых волчица кормила, пока они не выросли и не стали питаться самостоятельно. И, наконец, от старых испанских фермеров и обитателей Пуэбло, юго-западной части страны, я услышала скупые сведения о костяных людях. Стариках, которые оживляют мертвецов. Говорили, что они могут возвращать к жизни и людей, и животных. Затем, в одной из моих собственных этнографических экспедиций, я встретила костяную женщину, и с той поры уже никогда не была такой, как прежде. Позвольте мне представить вам подлинный рассказ и вступление к нему. Ла Лоба. Есть старая женщина, обитающая в тайном месте, которую каждая из нас знает в своей душе, но мало кто видел воочию. Как и старухи из сказок Восточной Европы, она дожидается, когда к ней придёт сбившийся с пути скиталец или искатель. Она осторожна, часто волосата, всегда толста и, как правило, старается уклониться от общения. Она каркает и кудахчет, обычно издаёт звуки, больше похожие на звериные, чем на человеческие. Я могла бы сказать, что она живёт среди выветренных гранитных склонов индейской территории Тараумара, или что она похоронена у колодца на окраине Феникса. Возможно, вы увидите, как она направляется в дряхлом драндулете с простреленным задним стеклом на юг по направлению к Монте-Альбан. А может, кто-то заметит, как она стоит у шоссе близ Эль-Пасо или едет в кабине грузовика в Морелию, что в Мексике. Или в Оахаке идёт на рынок, таща на спине странную на вид вязанку хвороста. Она называет себя многими именами. Ла Хуазера — костяная женщина, Ла Тропера — собирательница, Ла Лоба — волчица. Единственная работа Ла Лоба — собирать кости. Она собирает и хранит главным образом то, чему угрожает опасность стать потерянным для мира. Её пещера набита костями всевозможных пустынных тварей — олени, гремучих змей, ворон. Но специализируется она на волках. Она лазает, ползает, шныряет по Монтагнес, горам, Ароюс, сухим руслам рек, в поисках волчьих костей. А когда собирает весь скелет, когда последняя косточка встанет на место и перед ней ляжет прекрасная белая скульптура зверя, она садится у огня и думает о том, какую песню спеть. А когда решит, встаёт над зверем, вздымает над ним руки и заводит песню. И тогда волчьи ребра и кости лап начинают обрастать плотью, и зверь покрывается шерстью. Лалоба продолжает песню, и зверь всё больше походит на живого. Его хвост загибается вверх, сильный и мохнатый. Лалоба поёт дальше, и волк начинает дышать. А лалоба всё поёт так, что гладь пустыни сотрясается. Она поёт, и волк открывает глаза, вскакивает и убегает вниз по каньону. Он бежит себе где-то, и вот то ли стремительный бег, то ли плеск реки, который он пересекает, то ли луч солнца или луны, упавший прямо на него, внезапно превращает волка в смеющуюся женщину, которая свободно бежит к горизонту. Так что помните, если вы оказались в пустыне, когда солнце клонится к закату, сбились с пути и, конечно, устали, то вам повезло, потому что вы можете понравиться лалоба, и тогда она покажет вам кое-что, имеющее отношение к душе. Все мы начинаемся с кучки костей, затерянных где-то в пустыне, с занесённого песком, развалившегося на части скелета. И наша задача — собрать эти части. Это кропотливый труд, которым лучше заниматься при хорошем освещении, поскольку он требует большого внимания. Лалоба показывает, что именно нам нужно искать, неразрушимую жизненную силу, кости. Можно считать работу лалоба демонстрацией «Ункуэнто милагро» — «Волшебной сказки». Она показывает, что будет благом для души. Это сказка о воскресении, о потусторонней связи с дикой женщиной. Она обещает, если мы споём песню, то сможем вызвать то, что осталось в психике от первозданной души и помочь ей снова обрести живой облик. Лалоба поёт над костями, которые сама же собрала. Петь — значит использовать голос души. Это значит на одном дыхании высказать истину собственной силы и собственной нужды, вдохнуть душу в то, что болит или требует возрождения. Для этого необходимо углубляться в потаённый дух великой любви и чувства, пока вас не переполнит желание соединиться со своей дикой самостью, а потом, укрепившись в этом состоянии, излить свою душу. Это и есть пение над костями. Мы не можем допустить ошибку, пытаясь получить это великое чувство любви от возлюбленного, ибо этот женский труд — найти, а потом спеть гимн творения — есть работа отшельницы, работа, выполняемая в пустыне души. Поговорим теперь о самой Лолобо. В символическом языке души символ старухи — один из самых широко распространённых в мире олицетворений архетипа. Есть ещё великие мать и отец, божественное дитя, плут, чародей, чародейка, девушка и юноша, воительница и дурак, дурочка. И всё же можно сказать, что образ подобной Лолобо кардинально отличается от них по сути и смыслу, ибо она — символ корня, питающего всю систему инстинктов. На юго-западе страны архетип старухи можно также истолковать как Лакуэсабе — та, что знает. Впервые я пришла к пониманию образа Лакуэсабе, когда жила в горах Сангре-де-Кристо, в штате Нью-Мексико, как раз под вершиной Лобо. Одна старая знахарка с ранчо сказала мне, что Лакуэсабе знает про женщин всё и что она сотворила женщин из морщинки на подошве своей божественной ноги. Вот почему женщины — существа знающие, ведь они сделаны из кожи ступни, которая всё ощущает. В мысли, что кожа ступни очень чувствительна, присутствует истина, потому что одна вполне современная женщина из племени Кичи как-то сказала мне, что впервые надела обувь, когда ей было 20 лет, и до сих пор не привыкла ходить «con los ojos vendados» — спутами на ногах. Обитающая в природе первозданная сущность известна под многими именами и встречается у всех народов на протяжении веков. Вот несколько её старых имён. Мать Дней — это мать-создательница богиня всех существ и свершений, в том числе неба и земли. Мать Никс — повелительница всего тёмного и грязного. Дурга — госпожа небес и ветров, а также людских мыслей, из которых возникает вся реальность. Куатликуэ — которая возрождает новую вселенную, коварную и неуправляемую, и, как волчица-мать, кусает дитя за ухо, чтобы привести в чувства. Геката — старая провидица, которая знает своих родных, от неё веет запахом перегноя и дыханием бога. И таких имён великое множество. Это образы того, кто и что живёт под горой далеко в пустыне, глубоко в дебрях. Как бы ни называлась эта сила, олицетворением которой является Ла-Лоба, она содержит сведения о прошлом, личном и древнем, ибо пережила множество поколений и стара, как мир. Она — хранительница женских намерений и женской традиции. Её нос чует грядущее, у неё дальнозоркие белёсые глаза старухи, она одновременно живёт в прямом и обратном времени и, танцуя в одном направлении, корректирует и другое. Старуха, та, что знает, живёт в каждой из нас. Она цветёт в глубинах женской души психики, её обитель, в древней и неискоренимой дикой самости, то место во времени, где встречаются дух женщины и дух волка, то место, где сливаются ум и инстинкт, где сокровенная жизнь женщины находит её земную жизнь. Это то место, где обмениваются поцелуями «я» и «ты», где женщины, полные задоров, бегают с волками. Эта старуха стоит между рациональным миром и миром мифа. Она — ось, на которой вращаются оба эти мира. Эта страна между двух миров — то непостижимое место, которое все мы узнаём, единожды ощутив. Но его подробности ускользают, и облик меняется, если мы пробуем их удержать. За исключением тех случаев, когда мы обращаемся к поэзии, музыке, танцу и сказке. Есть мнение, что иммунная система организма коренится именно в этой загадочной стране души, как и мистические все архетипические образы и устремления, в том числе наша тяга к Богу, наша страсть к тайнам и все священные инстинкты, да и все земные тоже. Другие говорят, что и летописи человечества — корень света, клубок тьмы там же. Это не пустота, а скорее обитель призрачных существ, где всё уже существует и в то же время ещё не существует, где тени вещественны, а вещество прозрачно. Об этой стране можно, наверное, сказать одно. Она стара, старше, чем океаны. Её века не счесть, она извечна. Архетип первозданной женщины — основа этого слоя, исходящего из инстинктивной души. Хотя в наших снах и творческих озарениях она может принимать разные обличия. Её источник — не слой материи девушки, зрелой женщины. И внутренним ребёнком её тоже не назовёшь. Она не царица, не амазонка, не любовница, не провидица. Она — то, что она есть. Зовите её Лакуа Сабе — та, что знает. Зовите её дикой женщиной. Зовите её Лалоба. Зовите её высокими именами или низкими, новыми именами или древними. Она остаётся тем, чем она является. Дикая женщина как архетип — неподражаемая и непостижимая сила, несущая человечеству богатство идей, образов и качеств. Архетип существует везде, и в то же время не видим в обычном смысле этого слова. Ведь то, что можно увидеть в темноте, не обязательно видим о преддневном свете. Мы находим стойкие следы архетипа в образах и символах сказок, литературы, поэзии, живописи и религии. Может быть, его сияние, его голос и аромат предназначены для того, чтобы вывести нас из созерцания дерьма на собственном хвосте, чтобы мы могли иногда странствовать среди звёзд. Как пишет поэт Тони Моффейт, там, где обитает Лалоба, материальное тело становится лучезарным зверем, а иммунная система организма, по свидетельствам очевидцев, под влиянием сознательной мысли становится сильнее или слабее. Там, где обитает Лалоба, духи воплощаются в образах, а Лавос Металогика, мифологический голос сокровенной души, возглашает стихи и пророчества. Некогда умершие вещи, обладающие ценностью для души, могут возвращаться к жизни. И ещё исходные материалы всех сказок, которые когда-нибудь существовали на Земле, имели источником чьи-то обретённые в этой непостижимой стране души переживания и чьи-то попытки высказать то, что происходило с ним здесь. У этого места между мирами есть много имён. Юнг называет его по-разному. Коллективным бессознательным, объективной психикой или психоидным бессознательным, имея в виду наиболее непостижимый слой коллективного бессознательного. Это последнее он считает местом, где берут начало биологические и психологические миры, где биология и психология могут сливаться и влиять друг на друга. В памяти человечества это место, называем ли мы его нот, домом призрачных существ или трещина между мирами, есть место, где происходят всевозможные таинственные встречи, чудеса, игры воображения, приливы вдохновения и случаи исцеления. Хотя это место дарует огромное душевное богатство, приближаться к нему следует подготовленным, ибо у человека может возникнуть искушение блаженно потонуть в его восторгах. По сравнению с ним обыденная реальность может показаться пресной. В этом смысле более глубокие слои психики могут стать восторгом-ловушкой, из которых люди выходят неустойчивыми, полными шатких теорий и туманных представлений. Так не должно быть. Возвращаться нужно полностью промытым и выкупанным в живительных и воодушевляющих водах, которые оставляют на нашем теле аромат сакрального. Каждая женщина имеет потенциальный доступ к Рио-Абаджо-Рио, реке под рекой. Её приводит к этой реке глубокая медитация, танец, писательство, молитва, пение, игра на барабане, активное воображение или любая другая деятельность, требующая сильно изменённых состояний сознания. В этот мир меж мирами женщина приводит тоска и поиски чего-то такого, что она может увидеть только краешком глаза. Её приводит туда глубоко творческая деятельность, намеренное одиночество, занятие любым видом искусства. И даже при наличии этих хорошо освоенных практик, многое из того, что происходит в этом непостижимом мире, навеки остаётся для нас тайной, потому что нарушают все известные нам законы физики и рационального мышления. О том, как осторожно следует подходить к этому состоянию души, повествует короткая, но очень выразительная сказка о четырёх равенах, которые возмечтали узреть священное колесо и языки Иля. Четыре равена. Однажды ночью четырём равенам явился ангел. Он разбудил их и перенёс к седьмому своду седьмого неба. Там они узрели священное колесо и языки Иля. Узрев такое великолепие, один из равенов на обратном пути из Пардес, Рая, на землю обезумел и до конца жизни блуждал бессмысленно лепеча. Второй равен цинично заявил «Колесо и языки Иля мне просто приснилось, вот и всё. На самом деле ничего не случилось». Третий равен впал в полную одержимость и болтал, как заведённый о том, что увидел. Он говорил безумолку, как это всё устроено и что это всё значит. Так он сбился с пути истинного и предал свою веру. Четвёртый равен был поэтом. Он взял в руки лист бумаги и свирель, сел у окна и стал писать песню за песней, в которых восхвалял вечернюю голубку, её дочь в колыбели и все звёзды на небе. И зажил лучше, чем прежде. Мы не знаем, что увидел каждый из них на седьмом своде седьмого неба. Но мы знаем, что соприкосновение с миром, где обитает сущность, позволяет постичь нечто недоступное обычному людскому слуху, нечто наполняющее нас чувством простора и великолепия. Когда мы соприкасаемся с подлинной основой той, что знает, это помогает нам отвечать и действовать, исходя из нашей сокровенной целостной природы. Эта сказка даёт совет. Наилучший подход, позволяющий пережить глубинное бессознательное, восхищаться им не слишком сильно, но и не слишком слабо. Не слишком благоговеть, но и не быть слишком циничным, быть отважным, но не до безрассудства. В своей известной монографии «Трансцендентальная функция» Юнг предостерегает. В поисках высшего «я» одни склонны излишне эстетизировать переживание Бога или «я», другие недооценивать его, а те, кто к нему не готов, могут получить душевную травму. Но есть и такие, кто находит путь к тому, что Юнг называет нравственным долгом пережить и выразить узнанное при подъёме или спуске к первозданному «я». Нравственный долг, о котором он говорит, означает необходимость переживать то, что мы воспринимаем, где бы оно ни встретилось. На Елисейских полях души, на островах мёртвых, в усеянной костями пустыни души, на горной круче, на морском утёсе или в роскоши подземного мира. В любом месте, где Лаквасабе дохнёт на нас и таким образом нас изменит. Наше дело — показать, что на нас дохнули, продемонстрировать это, отдать, спеть, прожить в верхнем мире то, что получили во внезапном прозрении от тела, от всевозможных снов и странствий. Лалоба перекликается с теми мифами народов мира, в которых мертвецов возвращают к жизни. В египетских мифах Исида оказывает эту услугу своему умершему брату Осирису, чьё тело каждую ночь расчленяет на части злой брат Сет. Каждую ночь Исида трудится с вечерних сумерек до рассвета, чтобы к утру собрать по частям тело брата, иначе солнце не взойдёт. Христос воскресил Лазаря, который так давно умер, что уже смердел. Диметра раз в год вызывает из края мёртвых свою измождённую дочь Персифону, а Лалоба поёт над костями. Такова наша женская практика медитации — вызывать мёртвые расчленённые части самих себя, вызывать мёртвые расчленённые аспекты самой жизни. Та, кто воссоздаёт из того, что умерла, всегда двойной архетип. Мать творения — всегда ещё и мать смерть, и наоборот. Из-за этой двойной природы или двойной задачи нам предстоит великий труд — понять, что вокруг нас, подле нас и в нас самих должно жить и что должно умереть. Наше дело — определить срок того и другого, позволить умереть тому, что должно умереть, и позволить жить тому, что должно жить. Для женщин Эль Рио Абаджо Рио — мир, реки под рекой, родина костяной женщины — содержит прямое знание о побегах, корневещи и зерне мира. В Мексике говорят, что женщина несёт «Ла Лус Де Ла Вида» — свет жизни. Этот свет находится не в сердце женщины и не в её глазах, а «Эн Лос Авариус» — в её яичниках, где все семена были заложены ещё до того, как она родилась. У мужчин, если углубляться в идею плодородия и природу семени, этому образу соответствует «Лос Коджонес» — «Мошонка». Вот знание, которое предстоит обрести, находясь рядом с дикой женщиной. Когда Ла Лоба поёт, она поёт, опираясь на знание, идущее из «Лос Авариус» — из глубины тела, глубины ума, глубины души. Символы семени и кости очень схожи. Если есть корневище, основа, начало, если есть зерно, можно восстановить любую разруху, вновь засеять по траву, дать отдых полям, замочить твёрдое семя, чтобы оно размякло, помочь ему лопнуть и прорасти. Иметь семя — значит иметь ключ к жизни. Быть заодно с циклами семени — значит танцевать с жизнью, танцевать со смертью, танцуя снова вернуться к жизни. Именно это воплощает мать. Жизнь и смерть в своей самой древней, самой главной ипостаси. Поскольку она сама вращается в этих постоянных циклах, я зову её мать, жизнь-смерть-жизнь. Если что-то потеряно, нужно обратиться к ней, поговорить с ней и выслушать её. Её душевный совет порой бывает грубым или трудноосуществимым, но всегда преображающим и возрождающим. Поэтому, что-то потеряв, нужно пойти к старухе, которая всегда живёт в недрах таза. Она живёт именно там, наполовину внутри, наполовину снаружи созидающего огня. Для женщины это прекрасное место, чтобы жить совсем рядом с плодородными хуэвас, яичниками, женскими семенами. Там идеи, самые крошечные и самые большие, ждут, когда наш ум и наши действия помогут им проявиться. Представьте себе эту старуху-женщину, как старуху-сущность, которой 2 миллиона лет. Это изначальная дикая женщина, живущая под землёй и одновременно на её поверхности. Она живёт в нас и через нас, и мы окружены ею, пустыням, лесам и земле под нашими домами два с лишним миллиона лет. Меня всегда поражает то, как женщины любят копаться в земле. Они сажают луковицы весенних цветов. Они погружают испачканные пальцы в жирную землю, пересаживая остро пахнущую помидорную рассаду. Мне кажется, они пытаются докопаться до старухи, которой 2 миллиона лет. Они ищут её ноги и руки. Они хотят подарить её себе, поскольку с ней ощущают целостность и умиротворённость. Без неё они чувствуют беспокойство. Большинство женщин, с которыми я работала на протяжении многих лет, начинали свой первый сеанс психоанализа с вариантов фразы «Я чувствую себя не то чтобы плохо, но и нехорошо». На мой взгляд, такое состояние — загадка несложная. Мы знаем, что происходит от недостатка Земли. А лекарство? Лолоба. Найдите женщину, которой 2 миллиона лет. Она опекунша мёртвого и умирающего женского. Она дорога между живыми и мёртвыми. Она поёт гимны творения над костями. Это старая женщина, дикая женщина. Лавос Митологика. Она — голос мифа, который знает прошлое и нашу древнюю историю и хранит её летопись в сказках. Иногда она приходит к нам во сне, как бесплотный, но чарующий голос. В ипостасе девушки-старухи она показывает нам, что значит быть не состарившимся, а умудрённым. Дети рождаются умудрённым инстинктом. Они нутром знают, что правильно и что с этим делать. Это врождённое знание. Если женщина хранит этот дар, в юности быть старой, а в старости юной, она всегда будет знать, что произойдёт дальше. Если же она его потеряла, его можно вернуть, прибегнув к осознанному душевному труду. Лолоба — старуха в пустыне, собирательница костей. В символике архетипа она — кости, знак неразрушимой силы. Их нелегко уничтожить. Такое уж у них строение. Их трудно сжечь, почти невозможно стереть в порошок. В мифе и сказке они символизируют неразрушимую душу-дух. Мы знаем, что душу-дух можно повредить, даже искалечить, но невозможно убить. Душу можно смять и согнуть, можно покрыть ранами и шрамами, можно оставить на ней метки болезни и ожоги страха. Но она не умирает, потому что в подземном мире её охраняет Лолоба. Она искательница и хранитель костей. Кости достаточно тяжелы, чтобы ими можно было наносить удары, достаточно остры, чтобы проткнуть плоть, а старые кости, если их тронешь, звякают, как стекло. Кости живых обладают собственной жизнью и созидательной силой, они постоянно обновляются. У живой кости поразительно мягкая кожа. Она способна восстанавливать себя. Даже превратившись в сухую кость, она даёт приют крошечным живым тварям. В этой сказке волчьи кости олицетворяют неразрушимый аспект дикой самости, инстинктивную природу, существо, преданное свободе и неиспорченности, которое никогда не примет строгости и требований мёртвой или излишне цивилизующей культуры. Использованные в этой сказке метафоры олицетворяют весь процесс, приводящий женщину к её полным инстинктивным диким чувствам. У нас внутри живёт старуха, собирающая кости. У нас внутри кости души дикой самости. У нас внутри возможность снова облечься в плоти, стать тем существом, которым мы никогда не были. У нас внутри кости ключи к тому, чтобы изменить себя и свой мир. У нас внутри дыхание, наши истины и наши стремления, и вместе взятые они образуют песнь, гимн творения, который мы так страстно желаем спеть. Это не значит, что мы должны ходить, занавесив глаза волосами или превратить ногти в когти с чёрной каймой. Да, мы остаёмся людьми, но и у женщины внутри тоже есть инстинктивная звериная самость. Это не какой-то карикатурный романтический образ. У неё настоящие зубы, настоящий оскал, беспредельное великодушие, бесподобный слух, острые клыки, щедрые и мохнатые груди. Этому я необходимо свобода двигаться, говорить, свобода гневаться и творить. Это я надёжна, жизнеспособна и обладает острой интуицией. Это я, который разбирается в духовных делах жизни и смерти. Сегодня живущая у вас внутри старуха собирает кости. Что она воссоздаёт? Она, я, души, созидательница Дома Души. Элла Лохосе Амано. Своими руками она делает и переделывает дом. Что она делает для вас? Даже в лучшем из миров душа должна время от времени подновляться. Это как глинобитные домишки здесь на Юго-Западе. Что-то облупилось, что-то отвалилось, что-то смылось. Всегда увидишь кругленькую старушку в шлёпанцах, которая заглаживает глинобитные стены. Замесят глину с водой, добавят соломы, налепят на стены, и они опять как новенькие. Не будь её, дом потерял бы форму. Не будь её, после ливня он превратился бы в кучу глины. Она — хранительница Души. Без неё мы теряем форму. Если у человека нет с ней прямой связи, его называют бездушным или пропащей душой. Она придаёт форму Души и лепит руками новое пространство. На ней старый передник, а подол платья спереди длиннее, чем сзади. Она подмазывает, похлопывает, приглаживает. Она лепит душу, растит волчицу, оберегает всё дикое. Поэтому я говорю вам любовно и образно. Кем бы вы ни были — чёрной волчицей, северной серой, южной рыжей или арктической белой. Вы — инстинктивное существо-сущность. Хотя кто-то может искренне предпочитать, чтобы вы вели себя прилично, а не прыгали до потолка от радости и не кидались на людей в знак приветствия. Поступайте, как вам хочется. Кто-то отшатнётся от вас в страхе или негодовании. Но ваш возлюбленный оценит это ваше новое качество, если, конечно, он подходит вам в качестве такового. Некоторым не понравится, если вы будете обнюхивать каждый предмет, чтобы понять, что он собой представляет. И ради бога, не вздумайте валяться на спине, задрав ноги. Гадкая девчонка, гадкая волчица, гадкая собака. Верно? Неверно. Вперёд. Наслаждайтесь жизнью. Люди занимаются медитацией, чтобы обрести душевное равновесие. Вот почему они обращаются к психотерапевтам и психоаналитикам. Вот почему они исследуют свои сны и занимаются художественным творчеством. Вот почему они раскладывают карты Таро, гадают по книге Идзин, танцуют, играют на барабанах и на сцене, ищут ответов поэзии и возносят молитвы. Вот почему мы делаем всё то, что делаем. Делая всё это, мы собираем все кости вместе. А потом нужно сесть у огня и подумать, какую песню спеть над костями, какой гимн созидания, какой гимн воссоздания. И те истины, которые мы выскажем, составят эту песню. Есть хорошие вопросы, которые следует задать, пока не выберешь песню, свою истинную песню. Что случилось с голосом моей души? Что такое погребённые кости моей жизни? Какие у меня отношения с инстинктивным «я»? Когда я в последний раз бегала на воле? Что сделать, чтобы жизнь снова ожила? Куда ушла ла-лоба? Старуха поёт над костями, и пока она поёт, кости обрастают плотью. Изливая душу над собранными костями, мы тоже воплощаемся. Изливая свою тоску и сердечный надрыв над костями того, чем мы были когда-то в молодости, того, что мы знали когда-то много веков назад и воскрешение, которое мы ощущаем в будущем, мы стоим на четвереньках, на всех четырёх лапах. Изливая душу, мы возрождаемся. Мы уже не слабая женщина, не хрупкое, разваливающееся создание. Нет, мы на стадии становления, на стадии преображения. Как и высохшие кости, мы очень часто начинаем свой путь в пустыне. Мы ощущаем себя бесправными, чужими, не связанными даже с зарослями кактусов. Древние называли пустыню местом божественного откровения, но для женщин она таит в себе нечто гораздо большее. Пустыня — место, где жизнь очень насыщена. Корни всего живого тянутся к последней капле воды, а цветок накапливает влагу только потому, что появляется рано утром и поздно вечером. Жизнь в пустыне скудная, но яркая, и большинство из того, что случается, происходит под землёй. И это напоминает жизнь многих женщин. В пустыне нет буйства леса или джунглей. Жизнь её обитателей очень напряжена и загадочна. Многие из нас живут такой жизнью, крошечной на поверхности и огромной под землёй. Лалоба показывает нам драгоценности, которые можно получить от такого распределения души. Женскую душу может привести в пустыню какой-то отклик, прошлой жестокости или отсутствие жизненного пространства над землёй. Как часто женщина чувствует, что живёт в пустынном месте, где есть, быть может, всего один кактус с единственным ярко-алым цветком. И больше ничего на тысячу километров вокруг. Но для женщины, которая пройдёт тысяча и одну милю, есть кое-что ещё. В невзрачной лачуге — нерушимая твердыня. Старуха. Она ждёт вас. Есть женщины, которые не хотят попасть в пустыню души. Им ненавистна её скудность, её пустота. Они все стараются завести ржавый драндулет и выбраться на дорогу к выдуманному, сияющему граду души. Но их ждёт разочарование, потому что ни буйства, ни дикости там не найдёшь. Они в мире духа, в мире между мирами. В Рио-Абаджо-Рио. Реке под рекой. Не валяйте, дурака. Вернитесь. Станьте под тем единственным красным цветком и ступите прямо вперёд. Пройдите последний трудный километр. Подойдите к старой рассохшейся двери и постучите. Заползите в пещеру. Влезьте в окно сновидения. Просейте пустыню и посмотрите, что останется. Это единственный труд, который мы должны исполнить. Вам нужен совет психоаналитика? Ступайте собирать кости. Продолжение следует...